Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болтком. Я ведущая Евгения Шеремнева, программа «Без антракта». Программа, посвященная современному театру и любым перформативным искусствам, и всему, что связано с театром, на мой взгляд. Потому что иногда мы тут говорили, и выставки связаны с театром. Поэтому у нас сегодня перформер в гостях. Доброе утро. Можно я буду так называть, да, перформер? Яна Яцука. Я для начала скажу, как мы познакомились, потому что это принципиальная история, на мой взгляд. Привет. Яна была одной из актрис, которая пришла на пробы летом прошлого года, когда мы вместе с продюсером Майей Павловой на базе театра на улице Гертрудес решили попробовать сделать экспериментальный проект вместе с режиссером Всеволодом Лисовским из Москвы. Сложно назвать режиссером, он скорее какой-то инициатор неких творческих действий, да. И был объявлен такой летний кастинг на участие в этом проекте. И Яна пришла. И так мы познакомились. И сделали вместе проект. Проект, в котором не произносится ни слова. Яна, я очень надеюсь, что сейчас на программе ты произнесёшь слова. Да. Здесь я не буду молчать. Хорошо. Это проект, в котором работает Яна вместе с актрисой Инарой Слуцкой. И две женщины на сцене молчат в течение часа. Но между вами происходят некие действия, взаимоотношения, страсти или не страсти, или наоборот, отчуждённость, холодность. То есть в течение часа происходит многое на сцене, что не подкреплено словами, вербально произнесёнными. Но есть некие тексты, которые проецируются на видеопроекцию. Ну, в общем, это такой большой эксперимент. Яна, почему ты пришла в этом принимать участие? В первую очередь, мне такой вопрос. Потому что ты перформер. Ну, во-первых, мне очень интересно попробовать что-то другое, что сейчас. Не то, что Влад, а то, что он нам, например, что может Россия мне дать. И я вообще поняла, что это очень хореографическая работа. А ты хореограф ещё. А я хореограф, да. Очень многие хореографы работают, похоже, как все, Влад с нами работал. То есть он даёт задания. И я уже живу в этом задании. Я уже понимаю в этом задании, что это задание мне означает, что для меня Инара. Как бы это не так, что режиссёр мне всё объясняет. Это я сама ищу ответы на вопросы и сама задаю вопросы. Ну вот. И ещё, что я поняла, что вообще, ну, в мире танца мы же очень часто молчим на заданную тему. Ну, как бы мне, я чувствовала себя как рыба в воде вообще. И когда я вижу, что в программе напишено, что я актриса, мне даже чуть-чуть смешно. Ну, у тебя даже был в одном из спектаклей этот текст, да, что меня называют актрисой. Мне это непривычно здесь. А тогда давай вернёмся к тому, что ты хореограф. Значит, образование у тебя? Есть. Да, в Академии культур, бакалавр. Ну, у нас там называется это так, программа искусства современного, искусств, программа... Современного танца. Не танца, а вот искусство именно. А, именно современного искусства. Да, что мы заканчиваем не только как танцоры и хореографы, но вот мы... Может, идут инсталляции. ...больше инсталляции. Например, я в своих постановках использую тексты, очень много разговариваю. То есть, если вы приходите на постановки современного танца, очень возможно, что там будет что-то ещё. Но текст является не драматургическим произведением, он является просто какой-то частью художественного высказывания, да? Да, да. Немножко другой функционал у него. Да, другой функционал. Например, я очень личные спектакли делаю, и обычно, если я рассказываю, тогда это или моя личная история, или то, о чём я сейчас думаю. И я работаю с текстом, как с хореографией. То есть, я думаю про то, что, например, текст – это звук, а звук – это вибрация, а вибрация вообще – это движение. Как я думаю, как я этот текст, как движение посылаю вот в пространство. То есть, каждое слово у тебя приобретает некий жест. Да, ну, как-то так. Как-то так, да, как я его посылаю, вот какой ритм, как быстро, как громко тоже. И когда вот слушаешь этот текст, как бы кажется, что-то там есть какие-то правила игры, которые я сама придумываю. Скажи, пожалуйста, ты как хореограф работаешь и с современным танцем, и с какими-то отдельными перформансами, и у тебя есть свои самостоятельные работы, но ещё ты являешься таким помощником по сценическому движению, да? И работаешь ты с режиссёрами драматическими, или с одним только? Сейчас я уже успела и с Вестером Карюшем поработать, и с Георгием Сурковым. Ну вот, с Вестером мы уже сделали два спектакля. Один в «Русской драме Муму» и «Балтийское кольцо» в Национальном театре. И с Георгием Сурковым в «Дагопил» с театром мы сделали постановку «Человек из Подольска». Ну, это премьера вот прошлой осени как раз. Да-да-да, вот прошлый сезон. «Человек из Подольска» – это пьеса русского драматурга Данилова, которая очень популярна сейчас. Да. Её ставят везде, и вот сейчас была премьера «Оскара Сокрашеноса» в прошлом году, он поставил этот спектакль у себя в театре в Вильнюсе. Он мне сказал, что просто он в восторге от этой пьесы, поэтому я, честно говоря, жду возможности поехать посмотреть «Дагопилс». Ну вот, я очень жду, чтобы… Спектакль идёт не очень часто, поэтому очень хочется поехать посмотреть. Я очень жду, чтобы их сюда тоже, в Ригу, надеюсь, попросил. Скажи, пожалуйста, твоя работа с Вестерсом Кайшем, она же ещё и вот… Ты говоришь про два спектакля, которые вы сделали в русской драме и в Национальном театре, но вы же ещё сделали отдельный проект, который прошёл перед Новым годом, и теперь его надо как-то ловить по гастролям в Латвии, да? Да, Рижское кольцо. Ну расскажи, мне очень интересно, я упустила возможность посмотреть его в декабре, мы здесь, в Риге. Ну, надеюсь, его где-то захватить ещё. Расскажи мне про него. Ну, это такой интересный проект, который… проект вообще из Игварда Клява, диригент, вместе с радиохором, и у них уже были вот четыре кольца, и сейчас это был как финальный рижский. А четыре были чему посвящены другие? Латгала, Земгала, Курзаме. То есть это вся Латвия? Да, вся Латвия. И вот сейчас вот отдельная история вот именно для Риги нашей. И всё в таком 50-60-70-е в стиле, и музыка, и… То есть такой взгляд немножко назад, да? Ну, такая чуть-чуть, да, такая ретроспекция именно вот-вот богемы рижской. То есть история определённого культурного общества, да, города? Вкус. Вкус, вот это ощущение. Вкус, я бы сказала, вкус, там очень всё про вкус. И в истории там больше каких-то ассоциаций, да? Да, и там именно вот Чакс, и Оярс Вациет, и музыка Маскота, и Стабулнека, и всё это вместе так вот делает эту именно богемную такую атмосферу, в котором уже живут вот хор, поют очень-очень атрактивно. Они очень… Сам спектакль, он такой в очень лёгкой как бы атмосфере. Ну, я так понимаю, что это такое музыкальное… Очень музыкальное, да, это музыкальный концерт, его называют музыкальной постановкой, но я бы сказала, что это вот концерт есть туда, что это как концерт больше. Это честнее будет, да? Да, это честнее, мне кажется, если вот зритель приходит с такой мыслью. Ну, там же у вас актёры заняты какие-то. Да, ещё есть у нас… Кейш? Кейш, да, да, блин. Подсказала, Андрис Кейш. Спасибо, Андрис Кейш, извини, Андрис Кейш, если ты смотришь. А ты делала для этого всё сценодвижение, да? То есть ты придумала, как это будет выглядеть на сцене? Я придумала именно, как соединить режиссуру с тем, что хочет тоже дирижёр, и как это вообще возможно поставить на сцене, потому что у нас есть сцены на сцене. Там же есть хор, это же стационарность такая, да? Вот, и это вот, я очень люблю работать с хором, потому что они привыкли петь, и очень важно, чтобы они могли легко вот… Звучать, да? Прямо звучать, да? Сразу мы сели такие аккуратные. У них есть свои правила, и их надо очень уважать. Но в том же самое время у нас есть тоже режиссёр, я с Кейшкой, у которого огромная идея. И надо понять, вот как совместить. Я себя, вот когда я работаю с хорами в таких проектах, я чувствую себя как человек компромисса, но в очень хорошем смысле этого слова. Потому что я пытаюсь понять, как вот идею донести до реализации. Как мне уважать идеи режиссёра и вот потребности вот хора. И обычно результат такой очень интересный, и получается, что мы ищем тогда более абстрактные вещи, как-то результат такой. А скажи мне, пожалуйста, у тебя же был ещё один опыт, это была «Вестсайская история». Летом. Да, летом это в Цессисе, да? И тоже был большой коллектив на сцене, с которым нужно было управляться. Но там опять было… Они все были молодые, это был «Камер Куорис», и там опять сыграло то, что они молодые, они всегда поют так, и они так хотели танцевать. И «Вестсайд», это просто… Совсем другая музыка, да? Это совсем другая музыка, это такой драйв, и они все молодые, и просто мне надо было ловить вот это тоже их ощущение, и разрешить им это делать. И они потом… Ну, мне после этого проекта было так приятно, потому что они сами ко мне подходили и сказали, наконец-то, наконец-то кто-то нам разрешает. Слушай, мы вернёмся сейчас к началу нашего разговора, потому что мы забыли объявить, что мы сегодня разыгрываем два билета на ваш спектакль «Сонары», на ситуацию комедии, комедию положений, situation comedy, который будет играться 26 января в театре на улице Гертрудес. И для тех, кто дослушает до конца, мы объявим условия конкурса. Или смотрите это на трансляциях на Ютьюбе и на Фейсбуке. Мы объявим условия конкурса для того, чтобы вы могли получить два билета и посмотреть, что умеют делать Яна и Инара на сцене в течение часа, не произнося ни слова. Это такой эксперимент и для зрителей, и для вас. Но давай мы вернёмся ещё к твоим другим каким-то проектам. Вот то, что ты делаешь просто как хореограф, то, что ты делаешь как свои какие-то проекты или с кем-то ещё. Расскажи мне, пожалуйста, вот что такое современный танец сейчас и как он развивается, и есть ли интерес у молодых ребят, студентов этим заниматься. Вообще, вот как для тебя современный танец в Латвии? Ну, современный танец надо ловить, потому что у нас нет своего дома. И постановки, если вы видите, что есть постановка, ну, лучше идите на эту постановку, потому что её, возможно, потом не будут показывать. Леткость, да? Ну, да, через время показывать. Обычно можно вот на фестивалях летом словить у нас. Вот есть фестиваль «Время танца», есть фестиваль тоже вот «Валмерс». Летний фестиваль. Обычно они тоже приглашают кого-то. Ну, вот, и... Ну, скажи мне, пожалуйста, а вы ездите с вашими спектаклями, например, в Эстонию на какие-то данс-платформы? Да, мы едем. И в Литву на какие-то данс-платформы, да? То есть вас приглашают? У нас балтийская вот эта коннекция... Ассоциация хорошая? Да, да, вот в прошлом году была балтийская платформа современного танца. В следующий раз она была... А где она была? Она была в Литве, в Вильнюсе, и в следующий раз будет через два года в Таллине уже. То есть вы, в общем, как-то держите связь? Да, есть... И современный танец в Балтии – это отдельное направление. Почему я спрашиваю? Потому что я весной прошлого года была на фестивале в Клапиде, где презентовали книгу, и в том числе про современный театр в Литве. И в том числе там был такой раздел, который посвящен современному танцу в Литве. И там очень подробно описано все, кто этим занимаются, и хореографы, и коллективы, и отдельные танцовщики, и как это вообще как бы перекликается с современным театром или с современным музыкальным театром. Это был очень хороший, интересный подбор информации. И мне кажется, что было бы здорово, если бы мы здесь тоже как-то побольше говорили. Вот я приглашала людей из цирка, мы говорили о развитии современного цирка здесь, в Риге. И мне кажется, что про современный танец тоже нужно говорить. Как я говорю, что театр, он такой большой сейчас, что он включает в себя всё. И как мы тоже говорили, что ты в своих спектаклях работаешь со словом тоже, да? Это не только движение, ты соединяешь слово, движение, и всё для тебя является движением. Да, вот это вот интересно, что я всё это вижу через перспективу движения. Например, с текстом может работать тоже, там, например, не знаю, циркач с перспективом, вот как он понимает этот текст, вот, да. Ну, вообще, вот современный танец в наших балтийских странах очень-очень разный. В Литве он больше очень такой, ну, это, конечно, моё субъективное очень мнение. Ну, это же интересно выслушать, расскажи, как он в Литве. Оно очень танцевальное, как бы очень на движение идёт. И у них, например, есть своя компания. У нас в Латвии нет компаний, ну, официально, которые... То есть, у них есть своя компания современного, есть коллектив, ну, как бы, компаний современного танца в Литве, национальный, современный танец. Или как, национальный коллектив современного танца? У них есть, мне кажется, город в Каунасе. В Каунасе. В Каунасе есть аура компания, и это уже город им... А, это городской театр. Ну, это, то есть, городская танцевальная компания, которая занимается исключительно современным танцем. Исключительно. И да, это значит, что они набирают танцоров, у них есть работа, это их официальная... У них есть мастер-классы, у них есть тренинги, лаборатория, резиденции, всё. То есть, ты занимаешься вот современным танцем только. Ну, это то, что на самом деле там в Берлине есть данс-хаус, да. Я помню, что я была очень, например, впечатлена в Лондоне много-много лет назад, когда меня привели и показали, что такое амбрелло. Это данс-холл тоже большой в Лондоне, где и фестиваль амбрелло, и у них тоже резиденции современного танца. То, что вот сейчас рассказывали мне ребята из цирка, что они будут работать через резиденции. Но это очень хорошо, потому что вот ты сейчас говоришь, что ты как хореограф любишь работать со словом, но со словом не с точки зрения передачи смысла его с переводом, вербальностью текста, а с тем, что это тоже часть художественного пространства, да, и часть хореографии твоей. Я просто говорю к тому, что, например, и цирковое искусство, и танцевальное искусство подразумевают вообще хорошие международные связи, потому что они меньше связаны со смысловым значением языка. Они больше связаны с его перформативностью, да. И поэтому у вас больше возможности друг с другом общаться, ездить, резиденции и все остальное. Ну да. Мы как раз в мае с галитурой до стеатра говорили, что современные танцы, мы открыты к нему, потому что, ну, как бы, он понятен себя. Пожалуйста, приходите кто угодно. Русские, на США, англичане, немцы. Ну да, поэтому, в общем, на самом деле, вот международные фестивали уже много лет назад, даже театральные, обычные, которые как будто бы только про драму должны быть, они уже давно тоже перешли на работу с большими хореографами, и я сама тоже привозила, когда была в Москве, работала директором фестивалей, я сама привозила хореографические постановки, там, не знаю, мы привозили Алана Плателя, большой спектакль когда-то в Москву, и мы привозили Яна Фабра, которая работает вообще на стыке разных форм, да, там сложно сказать, что это, танец или не танец. И мы привозили Анук Ван Дайк, которая долгое время работала, у нее была своя компания в Голландии, нельзя, в Нидерланды, в Голландии больше нет, они, по-моему, уже официально так себя не разрешают называть. И потом она работала, например, я смотрела ее потрясающий спектакль, который она сделала с драматургом Фальком Рихтером в Шаобинне, который назывался «Доверие, траст». И это была смесь текста и движения, и это был очень интересный спектакль. Вот, поэтому, на самом деле, это уже давно стало частью такой неотделимой художественной высказывания, на сценической художественной высказывания. Ну что, мы придумаем задачу для тех, кто нас слушал. Кому мы дадим два билета на спектакль? За какой комментарий? Что мы попросим написать людей для того, чтобы получить? О чем словами не напишешь? О чем словами не напишешь? Да, например, ну как бы, как я использую слова в своем тексте, что есть что-то очень конкретное, что мне надо сказать, я понимаю, что это только вот текстом могу сказать. А есть вещи, которые я понимаю, что текстом даже не надо пытаться, это движение лучше, вот. О чем нельзя сказать словами? Да, о чем нельзя сказать словами. То есть, что происходит в жизни каждого человека, о чем словами нельзя сказать? Да, да, просто. Слушай, это очень красиво. Мы ждем ваших комментариев, потом, Яна, пишите их, пожалуйста, на странице радиоболтком в Фейсбуке, под нашей трансляцией, потом мы с Яной посмотрим и сообщим вам, как вы можете получить приглашение на спектакль «Перформанс». Я даже не знаю, как это назвать. Ну, вообще-то это сценическое высказывание некое, да. В театре на улице Гертруда с 26 января вы придете и увидите двух прекрасных актрис, Инара Слуцка и Яна Яцука. Инициатор всего этого, я даже не знаю, что это, ваших взаимоотношений, инициатор ваших сценарий взаимоотношений, Всеволод Лисовский, дважды лауреат премии «Золотая маска» в России за свои экспериментальные придумки сценические или не сценические. У него разные бывают. Яна, я тебе желаю хорошего следующего года. Ты мне сказала, что у тебя было шесть постановок в прошлом году. Да, да. Три театральные, три современных танцев премьеры, ну и еще… Работа. И еще две, вот два концерта, да. Ну что, держи темп, держи темп, держи темп, и пусть будет интересно и зрителям, потому что мне кажется, что такие работы, как ты делаешь, и как вообще делают большие художники, вот мы говорили сейчас о Весту Рикарича, у него вчера была премьера, поздравим его, кино «Городок у реки», да, или «Город у реки». И мне кажется, что просто это дает возможность зрителю для себя понять, что современное искусство, оно не строго ограничено в рамках, а оно вообще разрешает себе очень многое. Приходите в театр, пишите комментарии, напомним о том, что нельзя выразить словами. Спасибо большое. Всего доброго, до новых встреч.